I have ways of blowing things up. Ни разу не был. Вон, видите, у меня сверху 4900 денег. Этот, который я только что заработал. Буквально обкатывая этот режим 2-3 минутки перед съемкой. Фишка в том, что здесь можно заспаунить любую машину. Ну, относительно любую. Потом еще и второго, и третьего уровня. Так вот. А, нету, да? И эту машину можно красиво разбить. Сразу скажу, с чем здесь беда. Здесь беда со звуками. Звуки здесь просто отвратительные. А вот. Не для двигателя. Для двигателя, кстати, они нормальные. Смотрите, тут можно испытать и физику. Вот. И машины здесь ведут себя довольно интересно. Я бы даже скажу. Интересно не с плохой стороны, а с хорошей. Спид-тест. Это явно не наше. А ломать... Я еще, правда, не... Так, а задний придач работает? Нет, нормально. Я сначала еще подумал, что нет. Я бы вон туда на молоточке бы съездил, на самом деле. Тут есть и трамплины, тут есть что хочешь. Он тоже кто-то на грузовике катается. Кому-то интересно. Ха-ха-ха. Ай! Извините, а что с колесами? Хаммерон, давайте сюда. Машины все белые. Я еще, правда, не уверен, как это все сделать, чтобы... Ай! А ты перевернуться уже не сможешь? А, сможешь? Сейчас как прилетит... Не, не прилетит. Это нужно там по верху ехать, я понял. Я это понял, но я это понял уже поздно. Ладно. У нас грузовик превратился в флетбет. И даже не флетбет, уже даже... Ну-ка, реверс работает? Не, на этом я уже никуда не уеду. А тогда... Тогда, тогда, подождите. Это что-то, монетка какая-то золотая, нет? А давайте, что мы можем заспаунить? Можем... Новостной фургончик? Упс, сорян. Я, кстати, сейчас пока перезагружался. Смотрите, тут есть такая штука. Тут выбор того, куда ты хочешь. То есть, есть кар-крэш, это там, где мы были. Можно покататься по шоссе, можно покататься по городу, по разным... Как бы... Локациям. Есть даунхилл-крэш. Давайте, кстати, сюда зайдем, попробуем. На рандомный сервачок. Возьмем какую-нибудь машину. По-моему, оно одновременно и весело, и пока что как-то кривенько. Фишка в том, что рейтинг офигенно высокий у этой игры. Я, кстати, даже понимаю, почему. Она явно еще не допилена, она явно еще сырая. Но тут можно делать дикие вещи при желании. Поэтому я вполне понимаю, почему людям так нравится. Я и сам не хочу выходить отсюда. Рам-джамп, джамп-рокс. Вот давай, даунхилл-крэш. И на чем мы поедем, я еще не уверен. Давайте посмотрим. Я тогда в прошлый раз хотел... Новостной фургончик. Да, вот он. Поехали вниз по горке. С освещением, как вы видите, здесь тоже проблемы. Драйв-мод. Дрифт. На комфорте давай поедем. Уи-у. Нас явно обогнали. Так, хорошо. О-о-о. Вот на рампе можно сейчас будет, по-моему, подскочить. Посмотрим, что с этого будет. Уи-и. Блин. Ничего, я, по-моему, что-то потерял. Главное не потерять себя по пути. Разваливаются машинки очень бодренько. Это, кстати, опять же больше плюс. Потому что... Помните, у нас несколько недель назад выходила игра, где мы на доме спускались с горы и там дом разваливался. Это похожая фишка, но тут с машинами. И опять же, с машинами-то, но здесь... Смотрите, если я еду, я торможу. Потому что моя скорость меньше, чем то, что я с горы накатываю. Если я отпускаю тормоз... Если я отпускаю газ, если я отпускаю ехать вперед... Я хотел врезаться в него. Вот. То скорость реально поднимается. Так, сейчас я вот доехал до 80, потому что 80 это то, на что способен этот фургон, если просто жать на газ. Так, хорошо, сеттинги, телепортируемся в лобби. А в лобби это прям в начало-вначало, да? Угу. Хорошо. Давайте еще раз в downhill crash. На рандомный сервак. Какую машину мы сейчас можем выбрать? Что-нибудь интересное на грузовике? Можем потестить? Для этого я обычный седан спаунил, когда первый раз катался. Сейчас вот мы видели с вами чуть-чуть грузовика и видели чуть-чуть новостного фургона. Так, что можно было бы такого намутить? Блин, было бы круто, если бы можно было выбирать цвет машины. Но я думаю, они это допилят со временем. И чтобы можно было... Я почему-то упорно сейчас пытался еще зайти в downhill и всякое такое. Меня еще три раза выбивало. Игрушка чертовски нестабильна, но мы все еще здесь. Давайте, может быть, на BNV E36. BNV, да. Я понимаю, что авторские права мучают не только меня. У меня, кстати, рука высунула. Вон, пытался... Блин, себе бампер снял, чуваку дверь снял. Кстати, это интересно. Мы с Челом поняли друг друга. Я говорю, давай врежемся. Давай, пидыщ. Естественно, от моей тачки осталось гораздо меньше, чем от него автобуса. Хотя ему тоже вон весело. Да, от BNV остались колеса и движок. Классно. Классная BNV. Ехай дальше. Давайте что-то другое заспауним. E38? Нет! А, тут можно еще и пассажирам покататься. Блин, знаете что? Нужно будет прийти сюда с бандой. Назад ехать будем? Некоторые машины назад, кстати, не едут. Принципиально такие. Ты что-то сделал для того, чтобы я поехал назад? Ничего. Кстати, она что, голубая, что ли? Или это свет так падает? Или она реально голубая? Разбежавшись, прыгнем в море. Уи! Заспауньте меня, пожалуйста. Спасибо. Так. Давайте. Чё бы такое интересненького пощупать. У нас есть керриер-трак. Есть. О, сватовский. Лемондор. Это что? Это ламба? Она желтая от природы? Я там говорил про цвет машин. У-ху! Кто тут король дрифта? Блин, ее рвет с места просто. Офигеть! Офигеть ее носит! Сейчас мы ее намотаем на дерево. Лимонная дверка. Но мне нравится. Она, блин, на самом деле, знаете, ребят, прикольная физика. Прямо реально чувствуется приятно. Да, ее носит, и она все непродуманно, но чувствуется, что люди, которые это делали, они думали о том, как машины будут управляться, и... Уи! Знаете, что? Я хочу себе вот этот вот домик. И я хочу себе еще один, где она была, Лемондор. Вот. И все, и жизнь удалась. То есть, смотри. У тебя есть ламба, у тебя есть дом, и у тебя есть страшное лицо. Нормально. Так, ладно. Мы на нее уже покатались. На чем можно бы еще? Тойота. Тойота. Сватываем. Фьюэл трек. Трек. Блин. Интересно, как оно будет. Его же, наверное, нельзя взорвать. Ох, блин. Не, ну... Звуки, как вот заводится двигатель, они прикольные. Его можно наперевернуть. Ха-ха. Это получается, как рубленная колбаса. Встань, пожалуйста. Спасибо. А она все-таки взорвалась, да? Выпустите. Так, а давай мы кемпер-пэм. По крайней мере, предыдущий исчезает. О, кто-то пошел тусить дальше на ламбе. Все-таки взрывной грузовичок-то взрывнулся, взорвался. И, пожалуйста. Тут, короче, смотрите, какая фишка. Колеса выворачиваются практически полностью, видите? Вот, когда так происходит, можно не поехать. Давай, с разгону. Ничего не осталось, я ожидал большего. Я ожидал, что сейчас что-то развалится, отвалится, прям хорошо будет. Ну, ладно, опять же говорю, видно, что игра в очень-очень большой стадии доработки. Тут еще работать и работать, делать и делать. Но то, что мы сейчас видим, это прям прикольно. Я бы, во-первых, советовал бы вам зайти пощупать эту игру. Она нестабильная, так что запаситесь нервами. Но, в принципе, после этого... О, у меня кабриолет. В принципе, после этого... Вы можете... О-о-о, выпусти, выпусти меня! А! Нормально, смотрите, у меня машина на автопилоте, практически Тесла. Я могу тут пить кофе. Она уехала от меня. И когда эту игрушку немножко доработают... Не знаю, надо будет сюда наведаться после Нового Года с ребятами. Черри Таг... Это Трак Трейлер. О-о-о! О, это же Магнум! Ну, практически. Кто в дальнобойщиков играл в детстве, признавайтесь? Ну, я на самом деле в дальнобойщиков не играл. Была такая штука, как 18 стальных колес, вроде как, называлась. Если я правильно помню, блин, фура... Прицеп только что чуть не ушел. Интересно, его можно уйти? Давайте мы его немножко расшатаем. Я твой прицеп шатал! О, мне какой-то аборт пришел. А, ачивка за заработанное 10 тысяч кэша. Джонни Кэш. Так. Прицепчик скинуть пока что, кстати, не получается. А в городе постоянная ночь? Или это сделано для антуража как-то? Штука интересная, но медленная. Если бы можно было с ней скинуть прицеп, было бы повеселее. Да, меня, как обычно, не выпускают. Ты кто? Погоди, а это разве не... Ну, значит, ты не поедешь. Я плохо заспавнивал машину. Это разве не Toyota? А, Mazda, Mazda. Mazda, точно. Извиняюсь. Вот это вот лицо, оно очень узнаваемое. Я почему-то перепутал с Toyota и Supra. Хотя, естественно, Supra это другая тачка. Не, все-таки денег. Это же Mazda, по-моему, то ли MX-5, то ли что-то такое, да? Машинка очень шустренькая. Они такая классная, как ламба. Ну, ее и не так носят, как ламбу, кстати. У меня клиренс вообще низенький-низенький, а он на бордюрке еле заезжает. Чисто для езды по дорогам. У меня, по-моему, еще и коты по дороге цепляются, смотрите. Ну, до чего мы можем разогнаться? 103 мили. Это получается где-то 160-160 копейками километров. Опа! Вся задница на бордюре осталась. Хорошо. Интересно, а то, что мы ее разбиваем, это влияет на наши скоростные характеристики? Короче, смотрите. Фишка в том, что вот пока что оно ощущается, как бампер-карс с какими-то дополнениями, потому что можно взять что-то веселенькое, а потом этим всем побиться. О, тут кого-то размоталось, смотрите. По-моему, на школьном автобусе. Привет, чувак. Не подбирайте мне знакомцев на дороге. А что я сейчас врезаюсь? Что я перед собой тащу? Так, до свидания. Давайте еще одну машину затестим. Скорпион Икс. Для Скорпион Икс ты выглядишь очень скромненько, но зато машина довольно маневренная, кстати. И посмотрите, у нее обороты красные. Это начинается аж на 7000. Офига себе. Кстати, оно довольно быстро. Оно быстрее, чем Мазда. Вот это. Кстати, насчет Мазда мне что-то сейчас вспомнилось. Это случайно она МХ какая-то? Или же, мне кажется, она в некоторых странах называлась как МИАТА? Короче, ладно. Кто знает, пишите, пожалуйста. Я, по-моему, себе только что двери отломил. Нафиг двери. Что с передними колесами? У меня только что вы видели что-то. О-о-о-о, эта штука, кстати, дрифтит тоже неплохо. Ну, с хорошей скоростью. Смотрите. Блин, хотел тормоз ручной зажать, нажал пробел. Ладно. В общем, пишите, что вы думаете про эту игру. Не знаю, мне прям понравилось. Да, она до черта баганутая. Может выбивать. И не всегда можно насладиться. Но, во-первых, ее, я уверен, что допилят. Во-вторых, нужно будет прийти сюда с народом потом. И, смотрите, он за собой след тащит, как шнурок. И потом мы посмотрим, что будет дальше. Пока что будем считать, что это наш первый такой небольшой обзорчик был. Я ее, наверное, закину себе в любимый. Будем следить за развитием этой игры. Пока что. Ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем ладушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok